Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии начинает прием заявок на звание «Самое благоустроенное поселение Чувашии» за 2012 год. Участникам конкурса необходимо до 6 марта предоставить материалы в рабочую комиссию Минстроя. Победители получат денежные премии и возможность участвовать во всероссийском подобном конкурсе. К другим темам. Только вчера мы рассказывали об учениях в крупном торговом центре, а уже сегодня столичные огнеборцы вызволяли из беды тех, кто обычно сам приходит на помощь. Масштабная спасательная операция развернулась в городской клинической больнице. Утром сюда было стянуто с десяток пожарных машин, в том числе и автолестницы. С таким размахом в Чебоксарах прошли пожарно-тактические учения. Приблизить их к реальности в МЧС постарались максимально. С первых минут за всеми действиями спасателей наблюдали и мои коллеги. Первый тревожный сигнал. Пока пожарные все еще мчатся по городским улицам, медики сами начинают эвакуировать людей. Из больницы удалось вывезти более 50 человек. Позже выясняется, что два пациента не смогли покинуть здание. На помощь ним выдвигаются огнеборцы. Хотя дымом в помещении не пахнет, пожарные все равно одевают защитные маски. По задумке организаторов учений, больницу заволокло смогом. На поиск пострадавших отводят считанные минуты. Задохнуться в задумленной комнате человек может очень быстро. Уложиться в норматив огнеборцам удается. Но условного пострадавшего тоже одевают маску. Спустя несколько минут пострадавшую передают в руки медиков. На помощь к своим коллегам они приехали из ближайшей больницы. Еще одного пациента приходится эвакуировать по автолестнице. По легенде учений, он не может передвигаться сам. Вот так, без единой капли воды, а где огнеборцы тушат условный пожар. Очаг возгорания находился в помещении IT-специалистов. По задумке здесь, от короткого замыкания загорелся один из компьютеров. Случись ЧП на самом деле, говорят в МЧС, проводить спасательную операцию было бы сложно. В больнице много запутанных коридоров. Эвакуировать больных отсюда тоже непростая задача. Те, кто не может передвигаться сам, повезут запасным выходом. Ну, в данных зданиях предусмотрены незадымляемые лестничные клетки. Основная масса людей будет эвакуироваться именно по этим лестничным клеткам. Если же, допустим, человек не может выйти из комнаты и огонь или дым предотвратили на пути эвакуации, естественно, мы уже будем спасать по автолестнице или по автоколечным подъемникам. Пожарам в зданиях больниц присваивают наивысшие ранки опасности. Вызывают сюда сотрудников сразу из нескольких пожарных частей. Подобные учения проводятся для того, чтобы действия пожарных были отработаны до автоматизма. В реальности запутанные коридоры не должны стать помехой для спасателей. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.